Всем привет! Вы на канале Прогульщики. С вами самый старый прогульщик Сашенька. Я нахожусь сейчас в Судаке. Это в Крыму. В полуострове крымском. Чтобы понимали. Потому что некоторые думают старый Крым у нас есть в Мариуполе. Мы сюда приехали. Ну, я скорее всего на неделю приехал, потому что у меня там работа еще в Мариуполе. А моя Оксанка там с подругой надует, что тут путевка на 10 дней. Сейчас мы находимся на рынке. Я не знаю, что это за рынок. Нам сказали, как центральный продуктовый рынок в Судаке. Выкати глазки. Сожги рот. Гори попа. Хочете? Ну, вот привезем. Гори попа. Сожги рот. Огонек. Вырви глазки. А выкати глазки. Короче, подарок можно сделать кому-то. Лянь, прикольно, кстати. Ой, кстати, насчет всего остального. Вот смотрите, только что. Ну, малинку это ясное дело я купил там. А вот я думал, что это такое. Никогда ж не видел. А это, оказывается, вот это. Это миндаль. Просто он еще в упаковке, в оболочке. Я думал раньше, что миндаль так и растет, вот как мы его едим. А он, оказывается, вот. Его надо расщелкивать, а потом жарят и едят. Короче, сто лет в обед живи, а новое все равно что-то всегда узнаешь. Так, серешня есть. Вот тут уже 300 рублей. Почем малина? А что за праздник? А почему малина, девочки? 250 недерочка. Тут уже 150. Ну, она такая мелкая. Ну, мелкая, да. Пойдем. Ну, тут везде одно, у всех одни и та же сувениры. Вот, если выходим с судака. Здесь продают футболки. Мне понравились цены. Вот 500 рублей, слово пацана. 300 рублей котик. Хочу Дэнычу взять, какой-то подарок, а? Не знаю, ему не нравится ничего. А так, вот, 200 рублей есть. Да ему вообще надо, что он говорит, без всяких этих, самая простая ему. С надписью? С надписью, да, ну интересно. Сейчас придумаем что-нибудь. У вас вообще халявные цены. 200 рублей, е-мое, когда такое было? Все, надо покупать. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Ну, судя по внешности, это высотки. Хоть и не подписано. Пошли в магазин косметики. Пипец какой-то. Уже полчаса там, полчаса сижу на улице. Зато расскажу вам про автобус. В общем, автобус-то хороший. Он, сейчас скажу, в пол-одиннадцатого приехал. Нас забрал на метро. Но следушки вообще некомфортные были. И там детей много было, и для детей не было предусмотрено места. Они там все, там, половину на руках. Короче, мы там расселись уже, как смогли, чтобы и дети там сели все. Ехать сюда вообще часов 9, но мы ехали 10 с половиной. Вот, получается, с Мариуполя едем по дороге через Мангуш, доезжаем до Бердянска, проезжаем Бердянск, едем до Мелитополя. Вот Мелитополь. Потом едем вот через Джанкой, через Кунгт вот здесь. И вот так вот сюда, прям сюда, к самый южный почти, или почти, или самый южный берег Крыма. Вот недалеко Ялта здесь, Симферополь. Вот такое расстояние. Вот такая комнатушка. Вот здесь мы с Оксанкой, там наша подруга Танюшка. Вот такой видочек здесь идет. Вот там дальше Черное море, вчера в нем купались, мне понравилось. Правда, соленое очень, не холодное, по сравнению с нашим. Там горы, но на горы мы еще тоже не ходили. По поводу цен. А вот бассейн еще, кстати. В бассейне уже купались. Так, по ценам. Что у нас получается по ценам? На 10 дней 18400 рублей вышло с трехразовым питанием. Вот там мы кушаем, внизу вот там типа столовая. Мы там приходим три раза завтрак, обед, ужин. И плюс проезд 5400 с человека туда и обратно. И сейчас покажу еще сувениры, какие купил. Может, что-то не так? Кого? Нет, все так. Да это я для блога, для прогулщики запустил. То я не хотел записать, то он решил записать. Я поняла. Вот вино домашнее здесь, вот прямо нам в этой гостинице или как отеле дали. Вот такая бутылочка 350. И там много разного вина. Я вообще не пью, поэтому для меня она все одинаковая, вкусная. Потом какие-то травы тут всякие, чаи, травы, не знаю, почем. Бачалка из джута с натуральным мылом. Это не я брал. 180 рублей. 180 рублей. Ну, это на подарок тоже. Крымская голубая глина. 220 рублей. Это, походу, девочки брали. О, вот это я уже брал на подарок. Это я батя взял. Батя у меня рыбак. Акула. Видите, какая? Дельфин. Мне понравилось, что он так шевелится. Это ж надо было вырезать вот так все, потом лаком покрывать. Он, кстати, недорогой. 300 рублей стоит. Дощечки. Ох, еба, как пахнет жопенебантиком. Также сувенирчики. Вот написано с той стороны Крым. Здесь написано там имена. И вот имены и взял сувенирчики всем. Монастырское мыло. 50 грамм, не знаю. Солнце, сколько мыло стоит? 50 рублей. Вот так. Люди уже обедают. Сейчас мы с пончиком и с девчонками идем на море. Море от нас минут 10 ходьбы. Они сегодня нашли короткую дорогу. Я тут все пропускаю, потому что дорога узкая, а я с пончиком. Замок вот дальше. Я хочу на тот замок попасть. Там еще есть еще один замок возле нашего отеля. Крепость? Крепость. Лежаки. А мы пойдем так купаться. Главное заходишь. Он 2 метра сразу глубоко. Не так как у нас. Километры по колено. Оксанка плавает. Это мужик. Он какой-то ищет золото ищет. Прямо так вот вдоль пляжа. Может еще что-то. Кто что уронил, наверное. Что к берегу примыло. Так надо идти купаться. Так же здесь есть, кстати, раньше видел, но именно такие маленькие не встречал. Есть, ну это игрушки. И точно такие же маленькие есть аттракционы, которые игрушки ловят. По 25 рублей. Вот она мини, короче. Мини шпини. Тут игрушки маленькие. Ну я вчера играл, вообще не хватает. Такое на ветер, честно говоря. А это что? А это что такое? А это соль. Соль. А дадите варенье. А куда добавлять гранатовую соль? Варенье нельзя открывать. Оно закрыто. А у вас нет на пробу? Нет, нет. А сколько стоит? 200 рублей. А соль, что солью делать? Сол тоже 200 рублей. Как обычная соль? Да. Да, соль со специально. Давай маме тоже купим. Там дорогие специи. К любому блюду заспать и ешьте. А это сколько? Тоже 200. Ну как вам интересно. На рыбу на мясо. А сколько сок стоит? Пол литра 150. Это литр 300 рублей. Это сок? Да. Давайте гранатового сока возьмем, потому что надо. И варенье возьмем гранатовое. Ну и постоянная рубрика объявления на домах. Продал 2-комнатную квартиру в Судаке. Третий этаж. Хороший ремонт с видом на море. 50 квадратных метров. Всего лишь 6,5 тысяч миллиончиков. У кого есть такие деньжата? Пожалуйста. Да уж. У нас можно купить, наверное, 3 квартиры таких. И напоследок, вот второй день мы в Судаке. Здесь классно. Вот горы сзади меня. Завтра поедем на квадроциклах, наверное. Если нам разрешат покататься на горах этих. Вот. Есть, чтобы посмотреть. На море покупаться. Отели недорогие. Мы даже проходили, есть от 500 рублей в сутки отель для человека. Столовые есть тоже недорогие довольно. Но деньги все равно с собой отбрать надо. Потому что так деньги быстро уходят. На всякие, особенно безделушки, на вот эти все сувениры и тому подобное. Поэтому надо зарабатывать, а потом сюда приезжать. Субтитры создавал DimaTorzok Парк аттракционов. Парк аттракционов.